всем привет хотел похвастаться покупкой ко мне приехал дегидратор air hot модель 16 jr мощностью 18 киловатт кто не знает что это страшно это в простонародье сушилка для всего овощей фруктов мяса рыбы что угодно конкретно я в этой штуковине буду пробовать зимой развлекаться делать какие-нибудь домашние поделки здесь у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 притвиней сетка для стекла воды лишний поддончик и собственно включение выключение два режима вернее режим 1 и регулировка по времени тут максимальная 15 часов и температуру до 90 градусов попробую я сегодня в него загрузить малину посмотрим насколько на часов высохнет при максимальной загрузке я думаю на этот противень где-то грамм семьсот восемьсот малинта по месяца не рекомендуется большую кучку укладывать лучше расстояние чтобы уменьшить чем меньше продукта загрузить тем быстрее она высохнет но у нас желание как бы побольше побольше побыстрее поэтому пробовать экспериментировать покажу что у меня получится по инструкции включил я на прогрев этот дегидратор забыл назвать его сушилкой собрал немного ягоды сорта нижегородец в чем прикол хочу попробовать посушить все наши сорта и почувствовать на вкус будет разница именно в сухой ягоди там замороженные ягоды как бы разница ощущима сладкая остается сладкой кислой остается кислой здесь же мы как бы условно сказать если вспоминать школьный курс химии меня будут эти три с натяжкой по химии удалим мы только влагу но слабе у нас испарится часть сахара удалится ли кислота не непонятно поэтому попробую посушить разные сорта вот так разложил сейчас будем загружать и написано типа сушить часов шесть по моему потом их поворот шить в общем до полной кондиции конкретных сроков там нет какой ягоды сколько сушить надо в интернете почитать методом проб и сейчас будем что мне сразу не понравилось это то что решетки очень крупные допустим если она еще вращается смотреть она влево-право так вот юрзает чик 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 я когда покупал думала по кругу крутится тут какой-то такой механизм немножко другой мелкие ягоды по типу черемуху я хочу пробовать сушить жимолость жимость нормально будет она все-таки вытянутая а черемуха круглую возможно может проваливаться придется какие-то делать москитные сетки более мелкие так что ставим 6 часов как есть рекомендации и и контовать через некоторое время через час чтобы она не сильно не присохла к решеткам и застегивается нас на застежки все на загрузку где-то половину мы загрузили это в килограмм наверное здесь килограмм 5 и так думаю раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь куда-то по килограмму можно распределить килограмм не по месте грамм все-таки 800 температура выставлена 60 градусов поставили 6 часов режим на таймер можно включить принудиловку чтобы без таймера есть пример вам 15 часов мало сутки хотите сушить а сюда я думаю еще до до закидать наверно по вашу ящичку жимолостью и черемуху место пропадает пускай сушится нажималась замороженная кстати и замороженного сырья теоретически мороженое сырье будет быстрее сушиться но сушилась заморожилось в открытом виде то есть часть влаги из продуктов просто удалялась путем вот вымораживания если франится мороженый продукт в такой таре как защищенный от вымораживания то эффект никакого не будет а также ему можно для пущей эффективности заморозить разморозить на каком-то сити вот даже на этой решетке она часть влаги отдаст то есть ягода полопается при разморозке и вытечет то есть этот сок которым мы так нам надо удалить дегидраторе а так получишь что мы у нас и он сам выйти тоже такой лайфхак хотел я замораживаем буквально на на сутки потом его выкладываем на ячейки размораживаем она размораживается быстро в течение часа лишняя влага у нас вытекает ну все никак лишние то которые у нас смогла вытечь из поврежденных ягод и потом мы уже эту ягоду кладем на сушку таким слоем многое наложил мы сейчас отправимся делал сушиться сушка заработала такой из аромат у меня помещение поднялся прям прелесть компотами там сушиться жима с малина и последний продукт который хочу загрузить это черемуха виргинская я ее собрал чтобы попробовать приготовить из нее черемуховую муку как раз по ней мне вопрос не будьте просариваться она вниз когда она спелая и конечно более крупные процессе сушки она будет у нас в разы уменьшаться и мне кажется самый мелкий будет у нас вниз просыпаться пока держится попробую посушить ее если будет конечно она здорово сорится но придется сделать подложку из бумаги либо из какого-то ситца чтобы он ваш не сгорел у нас ситец и и и и и будем тоже пробовать сушить в общем ставим пока на 6 часов а там посмотрим в общем результаты первой сушки мне не очень понравились по умолению я понял то что нужно выбирать ягода максимальная маленькие максимально сухие нужно было заморачиваться вот с моим кругом кругу крупнейшим нижегородцам очень долго я сушил практически наверное часов 16-18 внутри разы или включал так она мне до конца и и не досохла жимовость я тут пересушил дрова ели от решетки отодрал и более-менее получилось вот досушить черемку она была у меня пола сухая вот такая вот вяленая на улице уже похолодало на улице я точно не досушил бы и в сушилке вот она нормально доходит только при максимальной температуре я включил вот поставил утром я ее на 8 часов еще пару часиков она при 80 градусов и будет нормально ну а по малине нужно пробовать собирать более мелкие плоды самые-самые маленькие идеально было бы их разрезать пополам то есть подготовить к сушке как яблоки же нарезают тонкие тонкие слайсами как апельсины суши также из малины пополам разрезать можно аккуратно выложить на решетке и так конечно у нас быстрее высых нет но что касается вкусовых качеств кислота конечно уже ушла вместе с водой остался один такой маленький трупик воздушный она еще немножко важновато чуть-чуть будем пробовать будем экспериментировать зима нас впереди главное заполнить сейчас в морозилке разными ягодами зимой будем пробовать их перерабатывать так пока сушим только черемуху